Повторение за год Повторение за год Дома не найдешь Хлеба не купишь Рубля не сочтешь Что почем не узнаешь А узнав не поймешь Начинаем наш урок Математики с устного счета Приготовьтесь, ребята Будьте внимательны И записываем только ответы Какое число состоит Из одного десятка и пяти единиц? Пятнадцать Какое число следует за числом Семнадцать? Восемнадцать Насколько пять меньше тринадцати? На восемь Чему равна сумма чисел Девять и восемь? Девяносто восемь Уменьшаемая тридцать два Вычитаемая тридцать Чему равна разность? Правильно, ребята Вы прекрасно справились с заданием Следующее наше задание Мы должны подумать И расставить арифметические действия Будьте внимательны Начинаем работать А теперь проверяем Если у вас ответы совпали То вы молодцы У вас все прекрасно получается Я предлагаю вам решить задачу Когда из бетона Отлили двадцать четыре литра молока Там еще осталось Семнадцать литров молока Сколько литров молока Было в бедоне? Какая это задача? Эта задача простая Правильно Пожалуйста Дайте ответ На вопрос задачи Сколько литров молока Было в бетоне? Правильно В бедоне было Сорок один литр молока При решении выражения задач Мы сталкивались с такими действиями Как сложение и вычитание Так давайте же вместе вспомним Что же такое сложение? При решении выражения задач Мы сталкивались с такими Алимпистическими действиями Как сложение и вычитание Так давайте вспомним Компоненты действий Сложение и вычитание Компоненты сложения Слагаемая, слагаемая сумма Чтобы найти неизвестное слагаемое Мы должны из суммы Вычесть известное слагаемое Компоненты при вычитании. Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Продолжаем работу над темой урока. Вспомните правила сложения. Подумайте и дайте ответ. Правильно, ребята. От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Работа по учебнику на странице 106. Реши задачу и выполни к ней задание. Одна из книг стоит 20 рублей, другая на 6 рублей дороже. Сколько стоят две книги? Правильно. Обе книги стоят 46 рублей. Далее выполним задание к этой задаче. Объясни с помощью схематического рисунка или чертежа, почему при решении задачи надо было два раза выполнять сложения. Если у вас получился такой схематический рисунок, вы выполнили его правильно. Как нужно изменить условия, чтобы первым действием при решении было вычитание? Заменить слово дороже на дешевле. Подумай и реши задачу. Проверь полученный результат. Всего 88 килограмм овощей. Молодцы, ребята. Найди значение выражения. Используя переместительное свойство сложения, найдите значение выражения. Итак, давайте проверим результат. Верно. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо усвоили материал. Наш урок подошел к концу. Вы очень хорошо усвоили материал. Сегодня на уроке мы закрепили знания свойства сложения. От перестановки мест слагаемых сумма не изменится. Результат сложения не изменится, если соседние слагаемые заменить их суммы. Можно числа складывать в любом порядке, как удобно. Также мы совершенствовали вычислительные навыки, развивали мышление и внимательность. Молодцы, ребята. Желаю вам успехов в математике. Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы познакомимся с новой темой. Это правописание предлогов с именами существительными. Сегодня на уроке мы с вами узнаем, как пишутся предлоги с именами существительными и научимся составлять словосочетания с данными предлогами. Но прежде чем мы с вами приступим к уроку, мы с вами повторим, что же такое предлоги. Предлог – это часть речи, которая служит для связи слов в предложении. К предлогу мы не можем поставить вопрос. Предлог не обозначает предмет, признак действия. Давайте сейчас мы с вами выполним задание на экране. Нам нужно с вами изменить слова по образцу. Мы видим первое словосочетание – бельевой шкаф. Нам нужно к имени существительному задать вопрос, для чего нужен этот предмет. И мы делаем по образцу. Шкаф нужен нам для чего? Для белья. Всем понятно задание? Я думаю, вы выполнили это задание так же, как сделала это я. Письменный стол. Стол для чего? Стол для письма. Книжная полка. Полка для чего? Для книг. Школьный ранец. Ранец для чего? Для школы. Пассажирский автобус. Автобус для кого? Для пассажиров. Мы, ребята, это заметили, что предлоги со словами пишутся раздельно. Сегодня на уроке мы познакомимся с новым словарным словом. Это слово «шел». В слове «шел» у нас один слог. Мы с вами должны запомнить правописание гласной буквы «ё». Давайте мы с вами подберем к данному слову однокоренные слова. Пришел, зашел, отошел. Давайте еще раз повторим, что в слове «шел» мы пишем букву «ё». А теперь откройте учебники на странице 112. Мы выполним упражнение 191. Что нам нужно выполнить в данном упражнении? Прочитайте. Запишите словосочетание слов без имен прилагательных. Подчеркните предлоги. Ребята, если мы посмотрим на словосочетание, то мы с вами заметим, что между предлогом и именем существительным стоит другое слово, а в данном случае это прилагательное. Давайте проверим, что у нас вышло. «Шел по тропинке». «По» – это предлог, мы его подчеркнули. «Работаю в магазине». Предлог «в». «Пришел из школы». Предлог «из». «Вырос под осиной». Предлог «под». «Летели над городом». Предлог «над». «У моря». Предлог «у». Самое главное, ребята, мы должны с вами запомнить, что предлоги с именами существительными пишутся раздельно. А теперь давайте подведем итог и посмотрим на экран. Предлог со словами «не друзья». И слитно их писать нельзя. Мы видим предлоги, которые мы с вами сегодня изучали. А сейчас наша задача устно поставить между предлогом и именем существительным имя прилагательное. Давайте выполним это вместе. «Бабочка над чем? Над цветами». «Бабочка над красивыми цветами». Ваза с чем? С цветами. Ваза с полевыми цветами. Подарок около чего? Подарок около голубой вазы. Тарелка на чем? Тарелка на деревянном столе. Тарелка с чем? Тарелка с красными ягодами. И ягоды в чем? Ягоды в стеклянной тарелке. Ребята, домашним заданием вам будет выполнить упражнение 190 на странице 111. Урок окончен. До свидания. До новых встреч. Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке. На прошлом уроке окружающего мира мы с вами начали изучать столицу нашей Родины, город Москву. Мы начали путешествовать и уже говорили тогда, что мы с вами вернемся увидеть Кремль. Вот сегодня у нас есть такая возможность. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин. И этот Кремль зубчатый и безмятежный». Так говорил Михаил Юрьевич Лермонтов. О какой достопримечательности Москвы он говорил? Вы, наверное, уже догадались. Это Кремль. Составьте, пожалуйста, из слов «Москва, сердце, Кремль» предложение. У нас получилось «Кремль, сердце Москвы». Итак, тема сегодняшнего нашего урока – «Московский Кремль». Что же такое Кремль? Скорее всего, слово «Кремль» произошел от слова «кремниус», что означает «крепкий». Крепкий – это прочный, такой, что трудно сломать или разбить. Кремль – это крепость русских городов. В старину крепости строили вокруг городов. Вы спросите, зачем Московский Кремль в давние времена защищал москвичей и жителей окрестных городов и сел от врагов? Давайте рассмотрим стены Кремля. Они сложены из красного кирпича. Стены мощные и прочные. Их ширина составляет от 3,5 до 6,5 метров. И еще они очень высокие – от 5 метров. А кое-где высота достигает 19 метров. Это высота пятиэтажного дома. Кроме того, стены укреплены башнями. Всего их 20. Зачем же они нужны? Это были дозорные башни. Староживые. С них вели наблюдение. Далеко было видно. И если вдруг стражники замечали врага, то тут же сообщали об этом жителям. Каждая башня имела свое название. Вот самые главные из них. Тайницкая башня – самая старейшая башня Кремля. Царская башня – самая молодая башня Кремля. Троицкая башня – самая высокая башня. Кутафья башня – самая маленькая башня И, наконец, самая главная башня Кремля – это Спасская башня На главной башне Кремля находятся куранты – главные часы страны По ним сверяет время вся страна Это самые точные часы – символ нашей Родины Чем же является Кремль в настоящем? Посмотрите на план Кремля Это место, где находятся знаменитые музеи Это историческое место Здесь проходят экскурсии Здесь находится резиденция нашего правительства Правительственные здания Кремля Первая достопримечательность Кремля – это резиденция президента России Здесь работает наш президент Владимир Владимирович Путин На территорию Кремля наше правительство и Владимир Владимирович въезжают через Спасскую башню Здесь находятся главные ворота Эти здания охраняются Сюда не пускают туристов Когда-то на Руси словом «красный» называли не только цвет Красный означало «красивый» А еще главный, почетный, самый дорогой Главный вход в терем назывался «красным крыльцом», а место в доме – красным углом Вот и решили когда-то люди московские назвать эту самую главную красивую площадь «красной» С тех пор и стала называться «красная площадь» На Красной площади находится храм Василия Блаженного, исторический музей Здесь проходят военные парады А теперь давайте войдем внутрь Кремля Минуя Спасские ворота, попадаем на Соборную площадь Три великолепных собора украшают площадь Благовещенский собор, Архангельский собор, Успенский собор Сравните их, ребята Все они имеют одинаковую конструкцию Одинаковые золотые купола Ребята, а сейчас мы с вами зайдем внутрь Большого Кремлевского дворца Мы пройдем по Александровскому залу Посмотрите, какие убранства присутствуют в этом великолепии Постепенно перемещаемся в Георгиевский зал Дальше наблюдаем Екатерининский и Владимирский залы И, наконец, попадаем в Андреевский зал Мы покидаем Кремлевский двор Выходим и доходим до колокольни Ивана Великого Высота колокольни 81 метр До XVIII века это было самое высокое здание города Москвы Еще одни не менее важные достопримечательности Кремля Это царь-пушка и царь-колокол Царь-пушка весит 40 тонн А царь-колокол весит 200 тонн Высота колокола почти 6 метров А диаметр даже больше 6 метров Также на территории Кремля можно увидеть Грановитую палату и оружейную палату Наше путешествие по главной святыне нашей Родины Подходит к концу Московский Кремль Святыня наша Соборов древних купола От этих стен старинных башен И начинается Москва Седых веков осталась память На стенах древнего Кремля Но кажется невластно время Когда мы смотрим на тебя Прекрасен вид неповторимый Твоих соборов и дворцов Люблю тебя, Московский Кремль Творение русских мастеров Ты лучше всех на белом свете Россия, Родина моя И пусть всегда звучат над миром И не померкнут никогда Три самых главных русских слова Россия, Родина, Москва Еще раз вспомнить о том Что мы сегодня изучали на уроке Поможет вам ваш учебник Прочитайте А то, чего не найдете в учебнике Найдите в дополнительной литературе Или интернете Подготовьте рассказ Об одной из достопримечательностей Кремля Наш урок окончен До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин